Назамбалат Хаза, пожалуйста, расскажите о программе, согласно которой сельской молодежи выделяются квоты на обучение. Граждане из числа сельской молодежи, поступившие на обучение в пределах квоты, по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, обязаны отработать три года после окончания вуза. Соответственно, в организациях государственных образований, в государственных организациях здравоохранения, а также в организациях в области ветеринарии, расположенных именно в сельской местности, три года после окончания вуза. Педагогические специальности — это именно те, которые работают в школах, в детских садах, в университетах. Есть медицинские — это больницы, поликлиники, врачебные амбулатории, фельдчерские амбулаторные пункты и также, соответственно, ветеринарные организации, именно государственные должны быть. На каждую специальность выделяется порядка ежегодно на педспециальности порядка 2 миллиона тенге, по медспециальностям 3 миллиона около, и в национальных вузах около 5 миллионов тенге. Это выделяется ежегодно из государственного бюджета, из республиканского, и ежегодно эта сумма утверждается постановлением правительства Республики Казахстан. А сколько сейчас студентов заложали государству, почему это произошло, и какие меры вы принимаете в отношении тех специалистов, которые отказались работать в селе? На сегодняшний день, с 2012 по 2017 года, судами Республик Казахстан уже вынесено 877 решений суда на общую сумму в пользу государства 280 миллионов тенге. Возвращают деньги только те молодые специалисты, которые отказались от отработки, либо не исполняют свою обязанность по отработке, либо исполняют ненадлежащим образом. Это не в сельской местности, не в госучреждениях здравоохранения, образования, либо ветеринарной организации. Именно эти молодые специалисты возвращают эти бюджетные средства. Первоначально мы ежегодно посредством запроса от МИО получаем информацию о факте прибытия, увольнения, нарушения молодого специалиста своих обязанностей. Соответственно, по неприбывшим и неисполняющим обязанностям по отработке мы в первую очередь направляем уведомления об обязательной отработке. Соответственно, далее ведутся телефонные переговоры, переписки, официальные обращения. Далее уже спустя некоторое время передаем их в суд. И далее в судебном порядке взыскиваем эти бюджетные средства. Назамбулат Каза, сколько всего молодых людей обучились по этой программе за период ее действия? С 2012 по 2018 года, в общем, закончили по сельской квоте, в пределах сельской квоты, около 18 тысяч молодых специалистов. Из них вот 5 тысяч это медспециальности, около 13-14 тысяч это педагогические специальности, и 300 человек именно по ветеринарным специальностям. По 700-800 человек ведется работа до судебного урегулирования. То есть это направление уведомлений в адрес молодого специалиста, вот эти информационно-разъяснительные работы о том, что есть такая отработка и необходимо ее выполнять. Спасибо большое за интервью.